Добрый вечер! Эфир Первая Приднестровская продолжает вопрос дня. Сегодня в студии для вас работают Виолетта Ганина и Лидия Солкуцана. И говорить мы будем о признании ЛНР и ДНР, в каком состоянии наша армия и не только. Но в первую очередь хочется поздравить всех защитников Отечества с праздником наших мужчин, наших сыновей, братьев. Это прекрасный праздник и пожелаем в первую очередь здоровья и обязательно мира. Сегодня день защитников Отечества. И, конечно, в первую очередь хочется поздравить наших военных. А еще это для нас прекрасный повод рассказать о том, как меняется армия. Сегодня у нас в гостях Олега Бручков, министр обороны Приднестровской Молдавской Республики. Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. В последнее время в армии упор делают на практику. Учения идут и днем, и ночью, в любую погоду. Как успехи? Боевая подготовка стала лучше? Боевая подготовка вооруженных сил организована в соответствии с планом, который мы тщательно отрабатываем. Он включает в себя не только отработку практических навыков военнослужащих, но, прежде всего, теоретические занятия. Ну а потом, венцом всех этих мероприятий является практическая отработка в любое время суток, при любой погоде, тех навыков, которые военнослужащий должен иметь для выполнения своей основной задачи, это защита своей Родины. Ну а вы сами как оцениваете, стала ли лучше подготовка боевых? Я скажу, есть определенная статистика, она говорит о том, что мы в разы нарастили количество боевых мероприятий. Это было в 2017-2018 году, начиная с 2019 года, мы основной упор сделали на качество проведения данных мероприятий. Я думаю, что добились в этом определенных положительных результатов. Армейская инфраструктура меняется, улучшить условия. Такую задачу в свое время поставил президент, и мы видим, что процесс идет, ремонты делают, стройки, капитально отремонтировали штаб вооруженных сил, мы снимали, как открыли новую казарму, практически полностью капитально отремонтированную, спортзал, столовая, все есть для того, чтобы ребятам служилось комфортно. Но ведь есть еще что ремонтировать, и какие планы на этот год, расскажите? Планы у нас на этот год серьезные, с учетом того, что выделены беспрецедентные, скажем, для вооруженных сил денежные средства из бюджета, как по фонду капитальных вложений, так и те средства, которые выделяются по линии ведомства, финансирования ведомства. И в этом году мы планируем серьезные вопросы в части реконструкции нашей инфраструктуры. Порядка четырех казарменных расположений будет капитально отремонтировано, столовые, продолжим строительство здания военного института, которое мы начали в прошлом году, и в следующем году мы планируем закончить его строительство. Достаточно серьезный объем работы, который будет проводиться во всех войсковых частях, на территории всей республики. Ну, думаю, мы обязаны справиться с этим моментом, чтобы военнослужащий, который поступает на службу вооруженной силы, он чувствовал себя человеком, который пришел Родину защищать и который находится в тех условиях, которые позволят ему сделать это в оптимальных условиях. Олег Александрович, а как обстоят дела с обмундированием и с питанием? Вопрос с питанием и с обмундированием личного состава, он всегда остро стоял на повестке дня. Вопрос с питанием личного состава мы решили года три назад, уже окончательно мы его закрыли. На сегодняшний день питание в вооруженных силах личного состава находится на довольно, я считаю, удовлетворительном уровне, который позволяет военнослужащему получать согласно нормы довольствия все то, что позволит ему выполнять задачу в полном объеме. Что касается форменного обмундирования, с каждым годом мы совершенствуемся в этом направлении. Сама практика обучения личного состава, практика ежедневного ношения форменной одежды, она подсказывает нам, в каком направлении необходимо двигаться для того, чтобы это было наиболее комфортно, прежде всего для военнослужащего. Вот мы избрали такое направление, оно является на сегодняшний день, по-моему, приоритетным. Сейчас солдаты-срочники служат в режиме рабочего дня. Но из-за пандемии изменился режим жизни солдат и домой, ну, какое-то время не отпускали. Знаем, что родители волновались и солдаты были на карантине. Вот эти периоды, как вы пережили в период пандемии, как все это прошло? Без потрясений? Да, в 2020 году личный состав срочной службы был перейден на казарменное положение в связи с этими мероприятиями противоэпидемиологическими. 8 месяцев личный состав находился на казарменном положении. За это время, я бы не сказал, что как-то это сказалось на морально-психологическом климате коллектива, на каких-то моментах, связанных с внутренним проживанием на территории войских частей военнослужащими. Все, что в штатном режиме, особых проблем нет. Но в психологическом плане для военнослужащего всегда легче, когда он может увидеться с близкими, с родными. Мы это должны понимать. Поэтому вопрос с режимом рабочего дня, он на сегодняшний день закрыт. Мы тоже понимаем, что это уже практика, практика положительная. То есть вернулись к этому режиму рабочего дня? Да, которая будет и впоследствии в вооруженных силах культивироваться. И я думаю, это позитивный момент внесет в жизнь военнослужащих. И их мам. И родители, наверное, так. Про отцов тоже не забываем. Воин-содружество, соревнования, которые проходят каждый год, красочные, зрелищные, масштабные мероприятия, как в этом году будет? Воин-содружество ежегодно проводится на площадке оперативной группы российских войск, куда нас приглашают, участвуют все силовые ведомства. Если нас пригласят в этом году поучаствовать в этом соревновании, то мы обязательно примем участие. Это не просто соревнование. Мы показываем им уровень своего боевого мастерства, то, чего мы достигаем ежедневно в процессе обучения личного состава. Там мы стараемся выявить, кто в каком направлении является быстрее, выше, сильнее. Ну, в общем, как в спорте. Мы, когда смотрим соревнования и участие нашей армии, мы, конечно, думаем, ого, какая у нас армия, ничего себе, как они могут, как они умеют. Это достаточно сложно, это и опасно часто. Но мы гордимся, какие у нас защитники. А вот вы как оцениваете, вот после каждого участия наверняка есть разбор полетов, кто справился, кто нет, где надо чуть-чуть подтянуть? Любой учебный процесс, армия, это своего рода, скажем, тоже школа, школа боевого мастерства, наверное. Любой учебный процесс, он требует постоянного движения. То есть появляется что-то новое, личный состав необходимо готовить уже в соответствии с теми реалиями, которые возникают сегодня. Поэтому уровень боевого мастерства, он меняется, подходы меняются. И моя задача как министра обороны следить за тем, чтобы мы шли вот в русле этих позитивных изменений. И своевременно вот эту систему подготовки в случае необходимости поправляли, выравнивали и ввели военнослужащего в том направлении, в каком бы мы позволили впоследствии выполнить свою задачу. Олег Александрович, хочется затронуть важную тему, такую как неуставные отношения, дедовщина в армии. Когда вводили систему рабочего дня, предполагалось, что это полностью искореннее дедовщину и неуставные отношения. Как обстоит ситуация сейчас? Дедовщина вообще это такое системное понятие, которое включает в себя уже сложившиеся какие-то в воинской среде сложившиеся стереотипы, по которым военнослужащие пытаются решать внутренние свои вопросы, отношения. Но понимаете, какая ситуация? Напрямую вопрос наличия дедовщины в вооруженных силах зависит от различных факторов. Первое, это насколько закрытым является то или иное воинское сообщество, войсковая часть. На сегодняшний день мы говорим о рабочих для военнослужащих, которые выходят за пределы войсковой части, приходят домой, они общаются с родителями, своими близкими, родственниками, они в состоянии озвучить свою позицию по этому вопросу. Поэтому объективно скрыть сегодня эти проявления в вооруженных силах очень непросто. Во-вторых, это следующий момент, это контроль со стороны министра обороны, такой контроль существует. Путем у нас имеется горячая линия, мы в принципе у всех мессенджерах есть. В любое время любой военнослужащий может анонимно, в том числе, информацию направить на имя министра обороны, она в обязательном порядке будет проверена и по этой информации будут приняты определенные меры. Ну и третье, это и самое, наверное, главное, это отношение командиров военских частей к этим проявлениям. На сегодняшний день я считаю, что командиры в большинстве своем понимают свое предназначение, поэтому я скажу, что системы такой у нас в вооруженных силах нет. Между военнослужащими возникают определенные моменты, межличностного характера. Это было всегда будет в любом мужском коллективе. Это понятно в любом возрасте, в любом месте. Где бы ни были, вы должны это снова отвергаться. И это имеет место, но, скажем, система как таковая, она не действует. В этом я абсолютно уверен и могу это с уверенностью сказать. Но жалобы на армию поступают, это факт. Вот как от них избавиться, я имею в виду, от жалоб совсем? Вот на что жалуются чаще всего? Как вы с этим справляетесь, разруливаете процесс? Жалобы были, есть и будут по различным причинам. Первое и самое главное, все родные, близкие хотят для своего ребенка, который пришел в родину защищать, наиболее комфортных условий. То есть вопросы боевой подготовки, это вопросы очень нелегких физических нагрузок, лишений и так далее, что уже само по себе подразумевает определенный дискомфорт. Затем вопрос прохождения службы поближе к месту жительства. Он очень такой, вот если военнослужащий сам из Рыбницы, а службу служит здесь у нас в Терраспольском гарнизоне, то это считает уже определенным для этого военнослужащего каким-то чуть ли не наказанием. Ну это вы нас уже избаловали, я бы сказала. В России в принципе нет такого понятия служить дома. Живешь во Владимире, служишь в Санкт-Петербурге. А это уже, мне кажется, знаете, как от добра добра не ищут. Но по сути это воспринимается как определенный, опять же, дискомфорт для военнослужащего и так далее. Что касается питания, вот мы говорим о том, что оно сбалансировано, нормально, четко определено. И по вкусовым качествам, и по качеству, позволяющему выполнять задачи военнослужащему. При этом, при всем, есть военнослужащие, которые недовольны. И недовольны, пусть не качеством питания, а вот вкусовыми какими-то свойствами и так далее. Но люди по-разному воспитаны, по-разному питались, в том числе и будучи гражданскими людьми. И хочется, конечно, пиццу, это всегда приятнее. Хочется там чипсы, но придется приоритет отдать котлетам, каши, рыба, овощи. Это мы считаем полезнее в рационе военнослужащего. Поэтому жалобы, они имеют место, но насколько они объективны. Наша задача в том, чтобы все, что является объективным, объективным, оно оценивалось руководством Министерства обороны. Мы так и делаем. И своевременно принимать решения, которые позволили бы нам уйти от всех этих негативных моментов. Мы стараемся это делать. Я скажу, что, ну давайте, вот простая статистика. У нас еще 2013-2014 год ежегодно самовольно оставляли воинские части порядка 200 военнослужащих. Сегодня ежегодно это 10-15 человек. При этом большинство из них, процентов, я говорю, 85-90 возвращаемых в части, и они дослуживают и так далее. То есть это единицы. Вот насколько стало комфортнее служить. То есть если бы было некомфортно, то мы бы имели совсем другой результат. Вот простая статистика, но она дает понимание процесса. Ну мы видим, что изменения в армии есть, реформы работают. Служить стало, может быть, не легче физически, но морально, психологически это легче. И мужчина должен пройти этот путь. Но будем говорить, как есть, большинство матерей все равно боится отдавать своих сыновей в армию. Олег Александрович, а почему не надо бояться отдавать детей в Приднестровскую армию сегодня? Это вопрос дня и на ответ всего 30 секунд. Скажем, бояться нужно не служить, а бояться нужно не суметь выполнить задачу. Свою военнослужащему по защите своей Родины. Что такое Родина? Это близкие, это дом, это все то, что для человека имеет, наверное, наибольшую ценность. Вот бояться нужно военнослужащему именно этого. А служить не страшно? Служить не должно быть страшно. Сегодня, в День защитника Отечества, я хотел бы поздравить всех тех, кто избрал своей профессией защищать Родину. Всех тех, кто в далеком 45-м году принесли победу нашему государству над фашистскими захватчиками, кто в 92-м году отстоял независимость нашего государства, и тех, кто сегодня стоит на защите нашего Отечества и с честью выполняет свой долг. Желаю всем успехов в службе и крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Спасибо. Спасибо. Сегодня принимают поздравления защитники, воинов и ветеранов Вооруженных сил Приднестровья. Поздравил президент Вадим Красносельский. Становление Приднестровской армии, способной защитить население республики от внешней агрессии, происходило в начале 1990-х годов. В этом году мы вспоминаем трагические события 30-летней давности, когда руководством Молдовы была развязана широкомасштабная вооруженная агрессия против приднестровского народа. Приднестровский народ сумел консолидироваться и отстоять свою свободу и независимость. Республиканская гвардия, силы народного ополчения, ТСО и казачество навсегда закрепили за собой высокое звание защитников Приднестровской Молдавской республики. К сожалению, из-за пандемии праздник ушел практически полностью в онлайн. Соревнования, различные военные традиционные мероприятия, яркие, масштабные, красочные провели заранее. Но самое главное, как отметил президент Вадим Красносельский, это помнить историю. Государства, которые помнят свое прошлое, имеют будущее. Давайте послушаем. Сколько сейчас грязи, сколько сейчас лжи. Бывшие негодяи, мерзавцы, предатели становятся героями. А те, кто защищал свою родину, почему-то становятся изгоями в некоторых государствах. Почему-то государство борется с георгиевской ленточкой. Хотя я не понимаю вообще смысл этой ленточки, что она означает. Борются с памятью, борются с теми стариками, срывая с них ордена и медали. На сегодняшний день мы тоже находимся в борьбе. В борьбе именно за историческую память. И вот сегодняшнее мероприятие – это как раз элемент борьбы за нашу историческую память. Но в отличие от всех их, кто пытается бороться с правдой, в нашей основе наша история и факты. Факты, исторические факты. Факты – это весьма упрямая вещь, доказывающая нашу правоту. Поэтому наш долг перед павшими воинами – чтить, помнить всех поименно, возводить памятники, относиться к этому на хорошем и человеческом, и государственном уровне. Я думаю, что вот такие государства, которые помнят свою историю, они имеют право на будущее. И не будет будущего. В Рыбнице, кстати, на родине праздника были тематические экскурсии. В маршруте – место, где праздник зародился. 23 февраля 2018 года Красная Армия одержала победу именно под Рыбницей. Есть такая версия. Но, к сожалению, этот факт со временем забыли и стали связывать праздник с победой под Псковом и Нарвой. Россия признала ЛНР и ДНР – события мирового масштаба. На наших глазах, можно сказать, творится история. И как это затронет Приднестровье, тоже хочется понимать. У нас в гостях Сергей Широков, директор Бюро политических исследований «Медиатор». Здравствуйте, Сергей Александрович. Итак, ситуация между Украиной и Россией накаляется, обыстряется с каждым днем. Мировое сообщество напугано предстоящей войной. А как вы думаете, Сергей Александрович, будет ли конфликт или все-таки стороны сядут за стол переговоров? Необходимо смотреть на ситуацию в более глобальном контексте. Мы сегодня с вами все свидетели очень серьезных геополитических тектонических сдвигов. По сути своей, то, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, на этой европейской части Евразии, можно сравнить с моментом распада Советского Союза 30 лет назад. То есть по масштабам и результатам это будет примерно такой же геополитический сдвиг. Очевидно, что действующая раньше или существующая до последних секунд система международного права в себе, система международных отношений больше не работает. Выработка новой системы отношений, новой архитектуры безопасности в Европе, это будет очень длительный, сложный и во многом болезненный процесс. Дальше взаимоотношения между странами, государствами и нациями в этой системе координат существовать не могут. И Россия сделала первый шаг к тому, чтобы радикально изменить эту ситуацию и создать новую систему и новый баланс в Евразии. Причем, если мы будем внимательно смотреть выступления Владимира Владимировича Путина и обратим внимание на заявление, которое было подписано с председателем КНР Си Цзиньпинем, мы видим, что речь идет не только, стратегия точнее, затрагивает не только европейскую часть евразийского континента, но она будет касаться, например, ситуации в Юго-Восточной Азии, ситуации Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть это очень глобальные и очень серьезные процессы. Большинство стран Евросоюза, США, Канады и ряд других государств ввели санкции. И это уже сказалось на мировых рынках, то есть акции некоторые упали. Но вот мы сейчас смотрим нефть, она дорожает. И уже котировки барреля нефти выше 2014 года, которые были. То есть там уже 100 и, скорее всего, аналитики говорят о том, что она будет и дальше дорожать. Мы это понимаем, что это горючие смазочные материалы, это бензин. Соответственно, все это влияет на цены. И вот если наблюдать предыдущие периоды введения санкций, в принципе, как мы их проходили? Приднестровье в том числе, потому что у нас экономика открытая, мы зависим от цен во всем мире, и тем более у соседей в России, в Беларуси, это наши торговые партнеры. Как нам удавалось это проходить? И действительно ли цены вот так вот взлетали, как говорят некоторые специалисты, прогнозируют это? Мне кажется, сегодня это уже свершившийся факт. Волатильность на рынках крайне высокая, у инвесторов присутствует паника. Причем это касается, примерно, не только рынка акций России, это вообще касается рынка акций вообще в глобальном масштабе. И то, что происходит на рынке ТЭК, рост цен на газ, на энергоносители, это тоже свершившийся факт. Сейчас вот идет борьба за позиции между двумя глобальными державами, между Россией и Соединенными Штатами. И здесь, скажем так, из-за того, что глобальные цели, будут задействованы глобальные режимы давления, глобальные рычаги, глобальное противостояние, конечно, которое затронет, в первую очередь, и экономический сектор. Понятно, что сейчас будут вводиться санкции, и все это будет оказывать влияние на экономику. Мы должны делать определенные уроки и выводы. Как любое маленькое государство, которое оказывается в ситуации вовлеченности, даже косвенной, непрямой, в противостоянии между глобальными игроками. Поэтому здесь крайне важна оценка ресурсов, которые у нас есть, оценка резервов, если необходимо, пополнение, создание каких-то дополнительных мощностей, резервов на то, чтобы понимать, что будет с нашей экономикой. Думаю, что такая работа уже ведется. Приднестровье и Россия, и Украина связаны между собой не только родственными связями, потому что мы все-таки очень похожие народы, и плюс действительно у нас везде есть родственники свои. У нас есть еще и крепкие торговые отношения, но мы видим, что ситуация очень неспокойная. Если вдруг будет полномасштабный конфликт, чего ждать Приднестровье? Тем более мы маленькое государство, а вы неоднократно подчеркиваете, сейчас идет очень серьезное глобальное изменение. И оно будет идти достаточно предупредительное время. И оно не сможет нас не зацепить. Чего нам ждать? Скорее всего, да. Конечно, мы не сможем остаться в стороне. Это очевидно, потому что хотя бы географически мы находимся на постсоветском пространстве. Мы находимся вот этой границей влияния между Европой и Российской Федерацией. Да, в принципе, мы вообще-то живем в зоне конфликта. У нас неурегулированный конфликт с Молдовой. Поэтому, конечно же, все эти волны, волны проблем до нас рано или поздно докатятся. Важный момент, который необходимо понимать, на мой взгляд, когда мы говорим о ситуации на востоке Украины, когда мы говорим про Луганск и Донецк, да, вот тот конфликт, который существовал, да, и как он был регулирован, важно понимать и четко оценивать ситуацию в процессе Приднестровского регулирования. У нас есть крайне серьезное отличие, главное отличие ситуации в Приднестровском регулировании, в Приднестровье, это уже 30-летнее присутствие российских миротворческих сил. Сегодня Россия уже выполняет функцию обеспечения физической безопасности народа Приднестровья. То есть вот уже главное отличие, в принципе, нас существует. Плюс у нас есть переговорный процесс, переговорный механизм, подписанные документы. Мы признаем друг друга и Кишинев, и Тирасполь как стороны конфликта. И у нас есть, конечно же, международный формат участников, стран и гарантов. И поэтому ситуация в нашем регионе имеет потенциал развиваться в несколько ином направлении, в политическом и дипломатическом. Когда Владимир Путин выступал с обращением, итог которого стало озвучивание признания ДНР и ЛНР, он начинал и очень подробно остановился на истории создания этих уже государств, потому что Россия их признала. Когда гражданская война, 1917 год, и, ну скажем так, часть России просто отрываются, присоединяют к украинской ССР воле Сталина, изначально Ленина, и вот все эти процессы. Но ведь то же самое происходило и у нас при создании Молдавской Советской Социалистической Республики. Когда территория, никогда не принадлежавшая ни Бессарабии, ни кому-то еще, вот здесь, это была территория России, и просто вот решением в 1940 году создают Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. То же самое процесс. Ну, можно сказать, почти как калька. Можем ли мы опирать... Исходя из определенных геополитических целей, которые существовали на этот момент в руководстве Советского Союза. Вот если Путин уже взял и показал исторически этот факт на примере ДНР и ЛНР, мы можем на этом основании апеллировать? Стали ли мы ближе к признанию нашим? Вот здесь, если мы посмотрим на наш процесс урегулирования, и посмотрим на ситуацию, которая сложилась, вот де-факто на сегодняшний момент, есть определенные схожие элементы, которые мы наблюдали вокруг урегулирования на Донбассе, вокруг Минского процесса. Первое, и это очевидный факт, это нежелание молдавской стороны двигаться в процессе урегулирования. Отсутствие желания решать даже те договоренности, которые были подписаны в переговорном процессе в формате 5 плюс 2. Мы говорим об этом уже в таком, наверное, надоевшем тезисе, упоминании слова реконструкции «Берлин плюс». Если вы внимательно посмотрите, с 2016 года, то есть уже 6 лет, Молдова не выполняет договоренности и не желает их выполнять. Поэтому, конечно же, здесь очень схожий элемент с той ситуацией, которая была на Донбассе, и об этом президент России говорил, и он, в принципе, обозначил, что наше же, скажем так, терпение и наша готовность вести диалог закончилась, потому что она отсутствовала у украинской стороны. Сегодня мы наблюдаем схожую ситуацию у молдавской стороны. Что еще схожее? Конечно же, это основной элемент нашей правовой системы, основной закон Конституции. Здесь нужно сказать, что и ЛНР, и ДНР имели собственные конституции, имеют их до сих пор, конечно же, и Приднестровье точно так же имеет конституционные основы, конституционный закон и полностью соответствует понятию государства. Но здесь мы, опять-таки, должны говорить о стратегии. И мы должны понимать, точнее, может быть, и заставить молдавскую сторону сказать, а какова ее позиция урегулирования. Не заявление, а конкретный план урегулирования, конкретная модель урегулирования, которую она предлагает международному сообществу и Приднестровскому народу. Уверен, что у Приднестровья такая позиция есть. Уверен, что у нашего президента такая позиция есть, и наше политическое руководство в нужный момент ее обнародует. То есть вопросы пока сейчас мы задаем, должны задавать молдавской стороне. Но еще один крайне важный момент. Это мнение народа. Это референдарный принцип урегулирования Приднестровской проблемы. Очевидно, что сейчас общество крайне напряжено событий на Донбассе, в Донецке. И поэтому именно воля народа должна быть той точкой, которая поставит жирный восклицательный знак в процессе Приднестровского регулирования. Как решит народ Приднестровья, так и должно быть. Последние несколько лет переговорный формат в тупике. И по причине того, что Молдова не готова договариваться, не готова выполнять подписанные договоренности, Берлин плюс в том числе, в первую очередь. И мы говорим и о том, что механизм нейтральных номеров не работает, хотя все подписано. А вот последняя Майя Санду в своем твиттере осудила признание ЛНР и ДНР. Но что интересно, глубокой ночью и на английском языке видно, что не для граждан Молдовы была озвучена позиция. Но главный вопрос, не рискнет ли Молдова под шумок начать войну у нас в Приднестровье? И это вопрос дня. Вопросы войны и мира всегда были частью человеческой истории. И к этим вопросам необходимо относиться без эмоций. Это самый худший советник при решении данных проблем и с холодной головой. Уверен, что российские мертвозческие силы, уже которые 30 лет находятся в Приднестровье, являются главным гарантом нашей безопасности, являются и на сегодняшний день, и будут являться гарантом нашей безопасности. Но с другой стороны, никто не мешает, как говорили наши предки, держать пору в сухину. Спасибо вам большое. И с днем защитника Отечества. Спасибо. Шериф Брага. Уже завтра вторая игра противостояния двух клубов. Первый матч прошел 17 февраля, и это была просто феерия. Давайте еще раз вспомним те два потрясающих гола в ворота Браги. Играет музыка. Шериф единственный клуб раунда плей-офф, который сохранил ворота сухими. Вот что пишет сайт УЕФА. Шериф сенсационно дебютировал в престижном Еврокубке. До этого были победы в двух матчах группы Д в Лиге Чемпионов. Причем был бит и реал на Барнабеу. Шериф приезжает в гости к победителю Кубка Португалии. С форой в два мяча и хорошими шансами на выход в 1-8 финала Лиги Европы. Итак, на кону путевка в 1-8 финала Лиги Европы. А там как хорошо знакомые, так и новые для Шерифа команды. Значит, из потенциальных соперников клубы Англии, Германии, Франции. Или турецкий Галатасара, сербская ЦРВН на звезды и московский Спартак. Но это в следующем этапе. А пока нужно проходить Брагу в Португалии. Сеофору в два мяча на стадионе в Скалах. Брага-Шериф. Ответный матч Лиги Европы 24 февраля уже завтра в 22.00. Первый Пренестровский в прямом эфире будет комментировать матч. Разбор игровых моментов, интересные факты и полный ликбез по футболу. Как раз для таких, как я. Присоединяйтесь, будем болеть за наших. Это был вопрос дня. Пересмотреть эфир можно на сайте Первого Пренестровского или на нашем канале в Ютьюбе. Там еще много интересного. Ну а мы еще раз поздравляем всех защитников с праздником. И напоминаем, что сразу после нас смотрите в нашем эфире документальный фильм «Армия Пренестровья. 30 лет. Будет интересно». Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин